Я, знаете, что хотела у вас спросить про этого, может вы знаете такого, вот даже Акафист я держу, Акафист Василий Турскому-Новикову. Знаете вы такого, он на всю Россию был знаменит, к нему со всех концов России съезжались. Вот я хотела про него у вас спросить кое-что. Вот тут его апокалипсис есть, икону хочу прочитать, вот смотрите, Игнатий. «Как ярчайшую путеводную звезду на опустевшем небосклоне апокалипсиса явил нам Господь на последние времена Нового Василия Великого». Он даже приравнил его к Василию Великому, этого Василия Новикова, мужа крепкого в вере и пламенного в слове истины, пастыря доброго и нелицеприятного, неискавшего покоя при жизни и молящегося ныне на небесах о спасении веренного ему стада Христова. «И мы, славя Господа за его неизвеченные милости, благодарим тебя, отче Василия». И вот тут в Икосе написано еще, что вот даже вот это Икос II, и как он говорит. «Радуйся, гересь гуманизма ненавидевший, радуйся приходящих к себе насквозь видевший, радуйся волков в овечьей шкуре суть выявивший, радуйся гудоносного эритика паписта не поминавший». Значит, он этого, наверное, патриарха не поминал, так что он его обличает. Видите, радуйся к покаянию за богоотступничество и целеубийство призывающий, радуйся врагов и предателей православия презиравший, радуйся пламенной проповеди, где белые мозги прочищавший, радуйся сатанинскими паспортами, никого не причищавший, радуйся Василия Тульски в битве за души овец христовых пастри и устрашивших». Я хотела вас спросить, почему он пропописта этого гудоносного, как его называется, гудоносного, это, наверное, патриарх наш, Кирилл? «Он умер уже, и сейчас он, может быть, уже этот Василий в огне горит где-нибудь, а мы теперь будем грехи его поднимать. Не надо это делать». «Ему запретили это, его никто за это не хвалил. Он, я слышал, сколько раз он где-то говорит». «Вы вопрос задали или хотите переубедить людей? Я не пойму». «Я потому что это батюшка, этот Василий, он же проповедил, он же был святой». «Послушайте, послушайте, послушайте, не надо вам это. Вы Библию сколько раз прочитали? От корки до корки?» «Я, ну, Библию, Новый Завет читала раз пять-шесть подряд». «Я говорю, Библию сколько раз прочитали?» «А Библию это я так вот и не читала, только все Новый Завет читала». «А вот прочитайте ее. Господь говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Иисус повелевает читать Писание, а в то время другого не было, кроме Ветхого Завета. Там псалтырь находится. Зачем вы эту муть собирать всю? Радуйся, радуйся. «Это не муть». «Я знаю, ну вы зачем спорить это? Вы обратитесь к любому, который архиерей, никто не одобрит это. Это не церковно, это выдумка. Радуйся, радуйся. Кто его канонизировал, что ли? Когда он говорил, где что... «А Матронушку только канонизировали через 50 лет, а он недавно умер, этот батюшка. В 50-м году». «Так я же с вами не спорю, я сказал, вы мое мнение спросили, я ответил, муть зеленая». «Муть» «Да». «Не считайте это, считайте Священное Писание. Есть акафисты, много акафистов. Ангелу-хранителю, Пресвятой Деве Марии, Христу, слава Богу за все. Зачем вы берете то, что не входит в канун церкви? Не надо это делать. Даже не считайте, сожгите ее. Радуйся. Так, все. Матушка, матушка, все, вопрос, это повторение уже идет. Я ответил. Другого ответа никогда не будет, и вы это поймете. Обратитесь к любому митрополиту, и они ответят все одинаково. Считай Священное Писание. Яна Златоуса, 12 томов. Вы хоть один том просчитали? Не считали. Добротолюбие 5 томов не просчитали. Житие 12 томов Дмитрия Росовского не просчитали. А берете, считаете то, что к церкви не относится. Ведь это не церковное. Еще придумали псалтырь, богородицы. Безбожники пишут это. Господь говорит, славы мои никому не дам. А так, как там Славик, Чебуркульский, что угодно делают. Церковь расследовала, тщательно увидела это заблуждение стопроцентное. Не надо этого делать, матушка. Сожги эту газету, чтобы она ваш дом не оскверняла. Ну все, я ответил вам. Вы меня возненавидите, все это. Меня это не касается. Я отвечаю сознанием Писания. Он был под запретом. Апостол Павел говорит так. Если мы, апостолы, или ангел придет, и будет не то благовествовать, что мы благовествовали, да будет анапима. Галатом, 1 глава, 8-9 стих. У него там ни по Писанию было 90%, что он говорил. Я видел его много роликов, когда он живой был еще. А, ясно, ясно. Я его очень хорошо... Какой пресченник он в церкви был, он в церкви проповедовал. Я слышал, как проповедовал. Матушка, не надо меня учить. Я 58 лет проповедник. Он Библию в руках не держал. Он гнал, что хотел. Его запретили. Он в запрещении умер. Его убили за Христа. Да, за Христа. Он Христа-то не знал. Не надо. Мы должны за патриарха молиться. Патриарх такой, не такой. Мы сказали, что надо проповедовать. Он не проповедовал. Я слышал о проповеди. Он все с этими... С бесами воевал. Матушка, вам трудно это принимать, потому что он... Дух этот в вас вошел. Дух у него был совершенно не христианский. О, ясно. Я вас не хочу терять. Я просто отмечаю. Потому что перед Богом отмечать придется. Вы покажите. Нигде в церковном не будет. Вы же не в церкви взяли это. Нужно не окапить этот. Ну, не в церкви может быть. Батя Игнатий, а еще хочу у вас спросить. Ребенку три года просит молоко, но мама не может перенести этого и просит дать ребенку молоко. Он грудь сосет? Грудь сосет, нет? Три годика девочки просит молоко. Я говорю, грудь сосет или нет ребенок? Нет, нет. У нашей мамы было 12 детей. Как только от груди отсаживали, это года полтора, все постился вместе со всеми. И ни одного ребенка больного нет. Нас пять братьев, пять сестер. Не выдумывайте это. Я отвечаю очень ясно. И вы слышите, пытайтесь вывернуть. Не давать. Он не умрет. Много есть чего. Пускай готовят. Сейчас спот легкий, рыбная есть. Пускай кормят как положено. Халвы купит. Разную морковку мелко натирает. Ребенку это нужно до роста. Спасибо большое. Слава Христу. Вы молоко-то берете, может, в магазине. Оно молоком не пахнет. Настоящее молоко, это там, где корова есть. А у вас там какая-то бочка стоит, пять раз разведенная. В магазине. Именно пучейка. Здесь продается молоко, не молоко, а овсяное. А можно делать самим его. Из овсяного молока. Продается в магазине молоко овсяное, не молоко. Из овсянки очень вкусное и полезное. И можете сами его сделать. Там есть рецепт в интернете. Овсяное молоко. Не молоко. Очень полезное и вкусное. Вот понимаете, вот мы рядом с вами живем. И моя мать в доме. Отец у нас инвалид, без руки был. Десять ребятишек. И ни один, ни одного поста не нарушали. Ни одного ребенка больного нет. И мы бы рядом с вами жили. И говорили, надо, надо. А у нас не надо было. Да хлеба досыта не было. Лебеду собирали, да рыжих. Главное, что мне вот 81 год. Я еще ни у него таблетки не съел. Это что-то значит? Ни одного больного нет ребенка. А посты соблюдали. Как от груди отсадили ребенка вместе со взрослыми поститься. Пост укрепляет душу. Если был пост вредный, Господь бы не дал права святым отцам устанавливать эти посты. А когда мы считаем, в Неневе было три дня. Малые грудные дети ревели, никому не дали. Скотина не ела три дня. И Бог услышал и переменил угрозу на милость. Книга пророка Ионы. Посчитайте. Так, все. Вопросы еще у кого есть? Ваша аудиенция закончилась. Так, кому еще вопросы есть? Нет еще. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...